Привет, друзья! Слушайте, ну не могу, ну не могу. Слушайте, я тут читал текст, читал текст какой-то, одновременно смотрел видео два человека, два парня. Ну, средних лет мужчины, так сказать. Между собой разговаривают, а мне мешает этот текст читать, и я там звук выключил. Ну, читаю текст. Они там сидят, разговаривают, но я не слышу, о чём они говорят, просто вижу, что они делают. И они там что-то там вот так, потом вот так, один другому вот так, потом вот так, дергаются вот так. Вот что такое? Я, ты что такое, они там дергаются? Что они, о чём они там говорят? Ну, потом я текст закончил читать, включил звук. Оказывается, они рассказывают, как надо стресс снимать. То есть, и в это время сидят один ногой топают, другой пальцами стучат, третий вот так вот дергается. И рассказывают о теории, как стресс надо снимать. Ну, вообще супер. Это смешно было до такой степени. Вот у меня есть афоризм. Давно я так не смеялся, думал, у меня депрессия, а оказывается, просто причины не было для смеха. Вот, оказывается, вот оно. Потом у меня есть ещё один афоризм. Если нет причин радоваться, начинайте радоваться, и причины найдутся. Всё взаимосвязано, внутреннее и внешнее взаимообразно, всё внутри, и материальное, и духовное. Вот, поэтому есть термопульсатор Лихтенштейна. Например, в момент вдоха здесь пластинка нагревается, назолобиальный рецептор даёт тепло. И здесь вот датчик дыхания синхронизирует каждый момент начала вдоха с теплом. И мозг получает такой сигнал, как будто ты находишься в жаркой среде. А в жаркой среде ты расслабляешься. И поэтому этот термопульсатор Лихтенштейна гениальная вещь вот на этой биологической обратной связи. Это называется ритм локального теплового воздействия в ритме собственного дыхания пациента. Да, я уже рассказывал. А я потом Лихтенштейну рассказывал Владимиру Абрамовичу. Я придумал, что можно сделать так. Назолобиальное воздействие-то, оно монотонное. И там за пять минут человек расслабляется. Это замена электросна. Очень хорошая, комфортным теплом. А можно сделать, чтобы быстрее он расслаблялся. Он говорит, а как? Я говорю, ну, тут монотонное воздействие в ритме собственного дыхания человека. А можно сделать, что в ритме бегущей термоволны. Да. Ну, эта термоволна, вот если у вас, говорю, это имитация кошечки, которая засунула в лапку, носик засыпает. А у меня имитатор, как мама ребенка поглаживает в ритме его дыхания. Я придумал прием, когда каждая фаза начала вдоха синхронизируется с волной тепловой. Вот здесь. Как будто мама его поглаживает. Ну, электричественник так возбудился, стал ходить. Я, говорит, вокруг этого ходил, ходил, а ты придумал. Я говорю, ну, благодаря вам, вы же придумали термопульсатор. Но самое главное, он придумал биологическую обратную связь. В ритме собственного дыхания человека. Вот здесь его создаётся. А у нас есть ещё в ритме собственного дыхания, в ритме собственного автоколебания. Это волна, когда ты переживаешь, и чё он переживается на фоне автоколебаний. Тоже биологическая обратная связь. Это так индивидуально, это так быстро и просто. Допустим, взрыв мозга, стресс, даже паника, ну, просто не знаешь, как жить, у тебя такое плохое состояние, а ты продолжаешь переживать, но на фоне этого автоколебания. Там происходит автоматическая пристройка к текущему состоянию. Ты больше не уничаешься, у тебя получается чаще качаешься. Это как мама покачивает ребёнка, адаптируясь к его ритмам. Ну, к его состоянию. Так вот, слушайте. Я тут разговариваю с моим другом, с Александром. Он говорит, я там с кем-то разговаривал, я-то что-то ему умное объяснял. И вдруг какой-то момент он прикрыл глаза, как-то отрешился. Я ему говорю, ты что, спишь что ли? А он говорит, нет, я думаю. Вы, наверное, тоже замечали, что когда кто-то что-то вам рассказывает, вы в какой-то момент как бы отрешаетесь. Уходите как бы туда, и там вот это уже воздействие, которое внешне вам не мешает, и в этих условиях покоя продолжайте размышлять над тем, что было сказано. Но если вы до этого не доспали, вы заспаете. Если вы выспавшися, вы спокойно там мыслите. А если у вас полно энергии, вы быстро соображаете, и вам поэтому не нужно так сильно отрешаться. Я вам сейчас приём скажу. Вот у нас есть приём кулачок. Когда мы напрягаемся, а внутри себя представляем, здесь лампочка зажглась, тепло, комфорт, здесь идёт расслабление, а рука крепко напряжённая. То есть мы научаемся снимать напряжение, перенапряжение, то есть стресс снимать, за счёт этого кулачка, да? Вот представил себе, что там лампочка зажглась. Это напряжение, напряжение. А здесь расслабление идёт. Это тепло начинает распространяться, 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 и пошло по всему телу. А потом ты в нужный момент, когда у тебя стресс, просто кулак сжал, и у тебя автоматически спокойнее становится. Так вот, я вам новый приём даём по этому принципу. Кулачок. Это приём мой. Давно я дал. А сейчас представьте себе, что вы полностью кулачок. То есть вы напряглись в момент стресса. Ну, когда стресс, что происходит? Бей, беги, оцепеней. Инстинктивно происходит тоже вот это оцепенение. А вы больше напрягитесь вот так. И в этом напряжённом состоянии начинаете внутри расслабляться, теплеет, расслабляться. Свет появился, лампочка. Расслабляется всё внутри. А вы-то напряжённее. И вот поэтому потом, когда вы в жизни находитесь, у вас возникает какое-то напряжение. Ну, прямо сказать, перенапряжение. Потому что напряжение – это нормально. Перенапряжение – это стресс. Возникает, а у вас уже автоматом внутри спокойнее. Поэтому, обучаясь расслабляться в условиях напряжения, вы вырабатываете навыки сохранять во всех разных обстоятельствах внутри равновесие. Это очень интересная штука. Поэтому напряжёмся, друзья, и внутри найдём такой образ, чтобы расслабиться, потеплить. И потом всякое напряжение у вас будет вызывать приятное состояние. Таким образом, энергия стресса, энергия страха перенаправляется на решение ваших проблем. Раньше нерешаемых. И поэтому, пожалуйста, после этого упражнения, если вы это сделаете один-два раза в день, хотя бы по минутке, даже полминутки, понаблюдайте за собой, когда у вас будет возникать стресс, ну, плохое состояние. Сразу вспомните это. И ждите, как потом, после этого начнут ваши вопросы лучше решаться. И вы это заметите. Вы заметите, что после стресса ваши вопросы лучше решаются, и поэтому у вас улучшится отношение к стрессам, ко всяким неприятностям. И вы будете их уже даже искать, чтобы получить трамплин, стрэмплин для новых достижений. Потому что, друзья, мой последний для вас сегодня афоризм все время плохо не бывает.